МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Ненецком округе начались плановые рейды по образовательным учреждениям. Комиссия профильного департамента проверяет, как проходит ремонт и будет ли он завершен к началу учебного года. Уже проинспектированы несколько школ и детских садов города Наринмара и поселка Искателей. Во всех зданиях ремонт должен быть завершен к концу июля. Рядышком группа у нас тоже получаются потолоки, покраска стен. И еще одна группа проходная. Мы там гипсокартоном обшиваем потолок, стены, и снова красим. Пошли, показывай себе. Делайте, сколько сделано. Косметическим ремонтом в детском саду «Солнышко» занимается не только подрядчик, но и работники дошкольного учреждения. Это обычная практика. Сотрудники школы, детских садов сами белят стены, красят в пол, моют мебель и окна. Главное, чтобы дети начали учебный год в чистых и безопасных помещениях. Для этого в школах ремонтируют полы, внутренние сети, электроснабжение, туалеты и обновляют мебель. Как только начинаются ремонтные работы, уже начинаем проверять, насколько идут они, насколько все прошло хорошо и сами закупочные, кто выиграл, как начали работать, насколько подрядчик активизировался уже в своей работе. Ну, надо сказать, что неплохо. Неплохо начали в этом году. Вчера мы посмотрели большие ремонты. Это школы искателей, перебор идет, полов и подъем их. Там такая работа достаточно большая. Ну, подрядчик работает неплохо. Они планируют завершить фактически все до конца июля. Всего на поддерживающий косметический ремонт образовательных учреждений из окружного бюджета выделено 44 миллиона рублей, в том числе 17 на ремонт школ, 23 детских садов и три учреждения среднего профобразования. Например, в общежитии социально-гуманитарного колледжа будут улучшены кухни для студентов и некоторые комнаты. В самом колледже будет покрашен пол спортзала и столовая. В ползаре крашен полы и семерку хотим сделать аудиторию, поменять. Несмотря на экономию бюджетных средств, все плановые работы проводятся в полном объеме и в срок. Финансирование предусмотрено и на решение вопросов пожарной безопасности и санитарного законодательства. Губернатор Ненинского округа проинспектировал ряд строительных площадок. Главе региона доложили о ходе возведения объектов и проблемах, которые возникают в процессе строительства. В частности, в старом аэропорту и микрорайоне авиаторов транспортные артерии не могут ввести в эксплуатацию уже несколько лет. Всему виной разногласия между подрядчиком и заказчиком. Игорь Кошин потребовал, чтобы все работы были закончены в срок и пригрозил персональной ответственностью за срыв контрактов. Оценить темпы строительных работ глава региона Игорь Кошин решил сразу на 18 объектах. Начал со старого аэропорта. Многострадальная дорога на улице Российская вести в эксплуатацию должны были еще несколько лет назад. Однако при строительстве подрядчик на Ринмарское ДРСУ всякий раз допускал отступление от проекта. Сейчас, например, у заказчика объекта городминистрации претензии к качеству бетона, на котором держится бордюрный камень. Дорожники уже приступили к работам над ошибками. Игорь Кошин поинтересовался, есть ли у мэрии официальное заключение независимой экспертизы. За меры производили сотрудники МКУ, правильно? Сотрудники МКУ в присутствии. Тут ходила целая история. Если был человек подойдет, есть независимая экспертиза, что бетон не соответствует нормам? Ну, либо да, либо нет. Все, пойдемте дальше. Ну, пока нет. Руководитель ДРСУ Владимир Низев уверен, бетон качественный и менять его не нужно, как этого требует заказчик. А потому Игорь Кошин попросил представителей городминистрации в ближайшее время провести независимую экспертизу, тем самым официально подтвердить, что бетон действительно плохой и не соответствует необходимым требованиям. Еще раз объясняю, у него структура... Александр Васильевич, давайте про структуры, давайте пусть там спорят теоретики. История какая? Если вы считаете, что бетон не соответствует, дайте мне акт независимой экспертизы. Ну, я считаю, что у нас документы, которые мы составили, они как бы имеются, да? Вы можете собирать своих специалистов, составлять с ними все, что угодно. Нет, дайте, пожалуйста, акт. Вот послушайте, я объясню. Ну, чтобы быть как бы... Я еще раз объясню. Сейчас вот они забивают кубики, стандартные кубики, те, которые положены. И вот они по ним подтвердят, какая у них марка. В прошлом году кубиков никто не забивал, и как бы подбор состава бетона не осуществлялся. У меня нет оснований не доверять нашим специалистам. Поэтому дайте мне акт независимой экспертизы, понимаете? Здесь же затронули еще одну больную для региона тему – земли для многодетных семей. Администрация города в свое время не сумела в этом микрорайоне подготовить 77 участков, оправдывая, специалисты мэрии заявили, что работы были не выполнены из-за неподтвержденных запасов песка. Округ деньги выделил, город разыграл, пришел подрядчик, который не имел подтвержденных запасов, необходимых грунтов. Тем не менее, состоялся аукцион, у вас был ли конкурс? Состоялся аукцион, пришел подрядчик, объем работы выполнить не смог. Причина удовлетворительная или неудовлетворительная – второй вопрос. По факту работы не выполнены. По факту здесь нет сегодня 77 участков. Подготовить земельные участки теперь предстоит округу. При этом деньги, которые выделялись администрации Наринмара, частично уже потрачены. Следующий объект – дорога на Тельвиску. Игорю Кошину доложили, часть готового полотна необходимо демонтировать. Под асфальтом совершенно случайно был обнаружен высоковольтный кабель. В проектной документации пятилетней давности он не отмечен. Стали коммуникации проверять, которые у нас были на чертеже. И оказалось, что идут непонятный кабель, да еще в дороге несколько звездов. Все промолчали это. Проект давно уже сделан, пять лет назад. Впрочем, главу региона это не удивило. В то время, когда разрабатывался проект, полномочия по дорогам исполняла Архангельская область. Соответственно, всю документацию на объект готовили специалисты из столицы Поморья. Чертежи наносились на бумагу, по всей вероятности, дистанционно, без выезда на место. Изыскания, скорее всего, тоже не проводились. Для чего мы централизовали полномочия? Я просто вынужден еще раз, абсолютно верно, если у нас есть, 95-й закон. Потому что только централизация нам позволит заказывать проекты, в том числе и дорог, не маленькими кусочками, а потом лепить с них мозаику, не найдя ни крайних, ни виноватых. А иметь общий проект развития нашего города с общими коммуникациями, с общими дорогами. Чтобы потом в полотне дороги не находить кобеля под напряжением непонятные. Чтобы потом не находить колодцы, которых не должно было быть. Почему дорога там изменила направление? Ну там, да, колодцы. В колодцы вдруг оказались колодцы, да? Чтобы у нас так не получалось, что тротуар у нас сразу проходит на выходе из гаража. Да? Было у нас такое? Чтобы у нас не получалось, что дорога, которую мы в прошлом году строили, вдруг оказалась, проходит по детской площадке. Это вопрос не только городу. Это вопрос проектирования в принципе. Игорь Кошин напомнил, вовремя заключенный договор о возвращении полномочий из Архангельской области позволил округу получить свою строчку в федеральном бюджете. В этом году из российской казны удастся привлечь почти 900 миллионов рублей на дорожную и градостроительную деятельность. Активно помогают региону и недропользователи. На прошлой неделе компания «Русит Петра» объявила о том, что готова выделить 30 миллионов рублей на возведение детского сада в микрорайоне авиаторов. Его строительство, к слову, уже идет полным ходом. Подрядчиком выступает Краснодарское СМО. Сейчас ведутся работы по забивке свай. Дальше подрядчик приступит к устройству монолитной плиты. Все материалы, цемент, арматура на данный вид работ имеются. С начала июля будут начаты работы по доставке панелей с города Архангельска. Все работы будут завершены не позднее августа 2017 года. Проинспектировал глава региона и ход строительства жилого фонда. Этот дом возводит компания «ВМ-Инвест». Многие квартиры уже раскуплены. Собственники – участники окружной программы, ипотека под 5%. Мы все время говорим, что округ у нас особая территория. Мы все привыкли строить и жить исключительно на доходах окружного бюджета. Сегодня мы должны активно внедрять в том числе и рыночные механизмы. И как раз-таки 5% ипотека была рассчитана прежде всего для того, чтобы помочь застройщикам сформировать рынок жилья. Почему там нет льготных категорий населения в 5% ипотеке? Там самое главное, даже не количество собственности, которые есть в наличии, там самое главное, чтобы банк одобрил кредит. Здесь по плану строится 24-квартирный дом из конструкции ЛСТК. Здесь, извиняюсь, остальные два дома, 14-квартирный и 42-квартирный, тоже планировалось по поводу ЛСТК. Но с учетом того, что спроса нет под ипотечные кредиты. Сейчас мы перепланируем проекты под строительство из «Монолита». Срок ввода в эксплуатацию по декларации у нас декабрь 2017 года. Всех трех домов? Всех трех домов. А это уже улица Тыковылка. И хотя дом еще не построен, кстати, работы ведутся с опережением графика, большинство квартир тоже раскуплены, остальные забронированы. Это значит, 5% ипотека в регионе среди населения становится все популярнее. Осматривая объект, Игорь Кошин поинтересовался, сколько здесь трудоустроено местных специалистов. Оказалось, что из 15 каменщиков половина приезжие. Причина основная в том, что наши не хотят работать на... На издельную оплату. Понятно. Не хотят норму выполнять. То есть не хотят выполнять норму. Просто элементарную норму, которую установили. Так, тогда у меня вопрос. Сколько каменщиков получает в месяц при выполнении нормы? Ну, у нас среднее... Больше 50 тысяч получили. Больше 50 тысяч. Это совершенно точно. Совершенно точно. Да. При выполнении нормы, которую мы положим. При выполнении нормы, которая положена. Проблема безработицы – это не только проблема власти, Но это проблема все-таки и каждого жителя, у кого сегодня работы нет. Либо она есть, но не устраивает. Всегда есть два пути. Либо надо идти и трудиться, либо ждать у моря погоды. Осмотрел Игорь Кошин и будущий гостиничный комплекс на улице Рыбников. Его возводит на Рейнмар Стройинвест. Заказчик объединенный авиатряд. По сути, это будущее малосемейное общежитие для сотрудников авиапредприятия. В каждом номере будет отдельный санузел и своя кухня. Стоимость контракта всего 99 миллионов рублей. Из оснований все по плану? Ну, стараемся по плану, по графику. То, что у нас с опережением даже. Мы, по идее, должны сдать этот объект в следующем году. Поэтому мы хотим в этом планировать. Планы стоят на это. Вести в эксплуатацию данное здание. В целом, тем, как в регионе идет возведение социально значимых объектов, Игорь Кошин остался доволен. Главное, по его словам, чтобы все работы были завершены в срок. Ведь деньги из окружного бюджета на счета строителей поступают без задержек. Что касается дорог в старом аэропорту и микрорайоне авиаторов, то этим летом, как сказал глава региона, они непременно должны быть запущены в эксплуатацию. Строить один объект по несколько лет просто недопустимо. Олег Хатанзейский, Сергей Качугов, Телеканал Север. Восемь многоквартирных домов отремонтируют в 2016 году в Ненецком округе. На проведение ремонта будут привлечены средства из трех источников, в том числе из федерального бюджета и фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Об этом на брифинге рассказал Алексей Николаев, заместитель руководителя департамента строительства ЖКХ энергетики и транспорта Ненецкого округа. Какие строения отремонтируют в этом году и почему жители некоторых многоквартирных домов отказываются от ремонта, смотрите в рубрике «Экспертное мнение». Накануне Ненецкий округ подавал заявку в фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Она касалась оказания финансовой поддержки при проведении капитальных ремонтов многоквартирных домов. Государственная корпорация заявление рассмотрела и приняла решение в 2016 году выделить региону 6 миллионов 710 тысяч рублей. В целом ремонт восьми многоквартирных домов обойдется 84 миллиона. Средства собственников помещений, которые собирались путем ежемесячных взносов, составят почти 64 миллиона рублей. Из окружного бюджета с учетом федеральной субсидии на проведение капитальных ремонтов будет выделено 15,5 миллионов рублей. Работы начнутся ориентировочно с августа по ноябрь планируем. Сейчас проекты в стадии проработки проектов. После них будет расторговка на подрядчиков по капремонту. Соответственно, как я и говорил, работа до ноября. В список домов, попавших под капитальный ремонт в 2016 году, внесены здания по следующим адресам. Переулок Макарабаева, 1, улица Ленина, 28, Ленина, 52Б, Октябрьская, 15, Первомайская, 3, Пионерская, 23. В Заполярном районе будут отремонтированы два дома. В поселке Искателей по улице Губкина, 22, корпус А и в Нижней Пёше по улице Советская, 31. В прошлом году капитальный ремонт был проведен только в трех домах. Еще 12 перенесли на последующие года по желанию собственников помещений. Между тем, за весь срок программы, 30 лет, необходимо провести капитальный ремонт более 470 домов. В год это не менее 10 зданий. Проблема не только в нежелании жильцов вносить платежи, но и в финансировании. С этой целью со следующего года плата за капитальный ремонт будет индексирована до 7 рублей 30 копеек за квадратный метр жилья. При взносе в 6 рублей, около 7 рублей, которые были в 2015-2016 году, собиралось порядка 45 миллионов. 45 миллионов – это примерно 5 домов прокапиталить. Потому что в среднем один дом с его работами, там работы просто разные, но в среднем это порядка 7-9 миллионов. То есть всего 45 поделить на 9 миллионов – это будет 4 дома. 5-6 домов можно прокапиталить в год за счет средств собственников. Также в департаменте видят выход в минимизации расходов на ремонты. Но здесь особо не сэкономить. Наценка на стройматериал, привезенный с большой земли, составляет 50%. Доставка в отдаленные населенные пункты повышает коэффициент транспортной доступности в разы. Поэтому сегодня планирование идет только на 3 года вперед, с учетом мнения жильцов многоквартирных домов. К концу 2017 года в Наринмаре ожидается открытие первого сельскохозяйственного рынка. По замыслу автора проекта торговый павильон объединит производителей и продавцов местной продукции. В Комитете инвестиций и развития предпринимательства идею оценили как перспективную и направили автору 1 миллион рублей на реализацию проекта. Сегодня на месте будущей торговой площади закладывается фундамент. В скором времени начнется возведение металлического каркаса. В то же время предприниматель общается с потенциальными арендаторами, которые будут продавать свой товар в стенах рынка. Сейчас идут работы по закладке закладных деталей, анкерные болты. Для Виктора Хабарова это не первая стройка в жизни. За всю трудовую деятельность предприниматель руководил не одним подрядом. Но это здание совершенно не похоже на все предыдущие, как по архитектуре, так и по содержанию. Здесь будет располагаться первый в Ненецком округе сельскохозяйственный рынок. В нашем регионе достаточно представлены производители рыбной, мясной продукции, молочной. Также сейчас идет тенденция у предпринимателей по восстановлению сельского хозяйства, в том числе рыбалка, фермы и тому подобное. То есть эта тема актуальная, но нет места, где это было бы все сконцентрировано. По словам Виктора, сегодня, чтобы закупить продукты для семьи, приходится обойти не один магазин. Местные – мясо, рыба, овощи, молочные продукты и выпечка продаются в разных точках. Идея рынка – объединить всех производителей и продавцов сельхозпродукции под одной крышей. Два этажа в 1200 квадратных метров станут первой специализированной торговой площадкой для сельхозтоваров. Специализированной – потому что строительство проводится с учетом федеральных стандартов. Кроме того, здание будущего рынка рассчитано на эксплуатацию в условиях Крайнего Севера. Подобные проекты сооружений есть в Красноярском крае. Здание будет собрано из сэндвич-панелей на основе металлоконструкций. Они уже закуплены на средства гранта. В мае Виктор стал победителем окружного конкурса грантов и получил на реализацию проекта 1 миллион рублей. Приоритет – это, конечно же, сельские населенные пункты, приоритет – это обрабатывающее производство, приоритет – сфера образования, медицины и персональных услуг. Следующий конкурс мы планируем провести в июле-август. Пока идет стройка, Виктор думает о потенциальных арендаторах. Занять торговую площадь уже сегодня планируют окружные и сельские предприятия, фермеры, рыбаки и мастера народных промыслов. Валентина Чибич и Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Ко дню рождения Ненецкого округа и юбилею эпической ленты Ненецкая телерадио-овещательная компания готовит уникальный проект «Солнечный снег». Это фильм о фильме «Великий самоед». Большой картине о судьбе первого ненецкого художника, сказителя и президента «Новой земли» Илье Константиновиче Вылка в этом году исполняется 35 лет. О том, как снимался фильм, кто из жителей нашего округа принимал участие в съемках, вспоминают сценарист, режиссер, оператор и герои фильма «Великий самоед». Слово имеет председатель Совета рабоче-крестьянских и красноармейских депутатов «Новой земли» товарищ Вылка Илья Константинович. Президент «Новой земли». Снять фильм о фильме – дело очень непростое, а тем более о фильме, снятом 35 лет назад. Тем не менее, мы нашли возможность связаться с главными создателями картины о «Великом самоеде», которые с радостью поделились с нами своими воспоминаниями о том, как и в каких условиях приходилось им работать. Такое впервые было. Вы представляете, снимать без лихтвагена, без электростанции, на каких-то движках. Мы пошли на остров Колгуев, взяли там, была директива. Леша, такой местный человек, ненец, с девятью собаками на этот корабль. И с ними двинулись туда, на Новый земли. Собаки же нужны были там в кадре. Потом у мыса «Желание», буквально как «Русанов», да, одна из экспедиций. Нас остановили льды, нас потеряли, пропала связь. Весь мосфильм жил, крупно там, все были в курсе. Мы так были, как папанинцы, знаете, там. Она физически была тяжелая картина, нас и уносила там в море. И был отлив, и когда мы выпрыгивали из лодки, и тянули эту лодку, чтобы оттуда, так сказать, не упала аппаратура. Многие эпизоды фильма снимали на территории нашего округа. В Амдарме, на острове Вайгач, на побережье Баренцево и Карского морей, на Новой земле. И, конечно, во многих массовых сценах снимались наши самодеятельные артисты. Больше всех радовались дети. Это я. 80-й год, 11 лет. Я был в больнице как-то. Случайно девушка одна там, которая обслуживала буфет, она говорит, Иван Иванович, вы меня помните? Я говорю, извините, не помню. А мы с вами ездили на фильм «Великий самоед» снимались. Мне так понравилось, все, поговорили об этом. То есть хорошие воспоминания у людей-то остались. На картину был приглашен уникальный актерский состав. Так как судьба главного героя Тыковылки разворачивалась во времени, то на роль великого самоеда были приглашены сразу два актера. Расул Укачин, который играл юного Тыковылку, и Нуржуман Ихтымбаев. Он играл Вылку в зрелые годы. На Московском кинофестивале, а потом на Международном фестивале в Маниле, его роль была признана лучшей мужской ролью. После «Великой самоеды» я снимался около 60-70 фильмов. Но таких людей я уже нигде не встречал. Специально для нашего проекта «Солнечный снег» мы встретились со многими актерами в разных городах, занятыми тогда в кинокартине. И все они откликнулись на наше предложение вспомнить то время и обстоятельства, когда творилась история великого самоеда. Это было 36 лет назад. Тогда все мы были молоды, начиная от режиссера, наканчивая всеми актерами, которые снимались в этой картине. И поэтому это было счастье. Счастье сниматься в кино, счастье играть эту роль, потому что мы были молоды, нам казалось, что все впереди. Презентация проекта «Солнечный снег» о фильме «Великий самоед» состоится в сентябре. Она будет посвящена дню рождения округа, дню российского кино и 35-летию выхода знаменитой картины на экраны страны. Андрей Чуклин, Дмитрий Щепанов, Вадим Носкин, Телеканал «Север». На этом все. Это была программа «Итоги недели». Мы остановились на основных темах и событиях, которыми ознаменовались прошедшие 7 дней. Вся подробная информация о событиях, которые происходят в округе, есть на нашем сайте по адресу www.trk.ru. До встречи через неделю. Продолжение следует...